Всем-всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео мы откроем седьмой столичный пик скального голема и узнаем, сколько золота нужно на прокачку такой столицы клана. И кстати о столице. Если вам нравится этот режим, то заходите в клан седьмого уровня Кейзик Ледженс. Ребята сейчас активно вкладываются в прокачку столицы кланов и будут рады новым активным игрокам. Помимо столицы, клан постоянно участвует в клановых войнах, поэтому ребята будут рады приходу новых игроков с опытом игры на КВ. Каждый месяц в клане проводится розыгрыш на максимальный подкреп, а его победитель получает денежный приз. Помимо беседы в телеграме, у ребят есть еще и свой академ. Все правила находятся в шапке, а тег клана, как всегда, в описании к этому ролику. Меньше чем за два месяца с выхода обновления со столицы кланов на своем ТХ-14 я уже успела залить больше чем 200 тысяч столичного золота. Для кого-то эта цифра маленькая, потому что есть ребята, кто залил еще больше, а для кого-то мега большая. Но в любом случае мы посмотрим, что теперь доступно после таких вложений. Как видите, у меня есть практически все юниты и практически все заклинания, не хватает по единичке. И как я говорила, есть некоторые игроки, которые залили гораздо больше, даже в моем клане, так что я у себя даже не топ-3, а всего лишь 11 место. И именно благодаря таким качественным общим усилиям сейчас мы имеем возможность играть уже на столичном пике седьмого уровня. Прокачав столичный пик на седьмой левел, мы не забываем о других районах. Сейчас довольно много улучшений идет в некоторых других районах, и в том числе в новом в карьере големов. Он сейчас последний, который есть на текущий момент в клэше, но к нему мы вернемся немножко позже. Вся армия теперь выглядит вот таким образом. У нас 190 мест и 5 мест под баночки. Не хватает только дракона и заклинания заморозки. Вообще, конечно, забавная ситуация. Вышла драконий утес, и мы открыли еще в прошлом выпуске, и до сих пор не открыли самого дракона в составе армии. Но ничего, это дело мы исправим. Но что касается столичной ратуши, то она не сильно отличается от предыдущих. Конечно, у нее больше здоровья, больше урона, но в целом-то и все изменения. С прокачкой столичного пика мы получаем доступ к некоторым новым руинам. Здесь есть не только строение дефа, но и ловушки, и, конечно, стены. Вот стены, как и на основной деревне, это самое дорогое, что тут надо прокачивать, потому что стен много и стоят дорого. А теперь давайте посмотрим на самое интересное – карьер големов. Это последний район, который открывается сейчас в столице кланов. И этот район интересен не только тем, что здесь есть большие скальные глыбы, которые можно увидеть еще на драконьих и тесах, но скорее интересен тем, что здесь есть, во-первых, карьер скальных големов, который позволяет открыть и улучшать здесь этих големов. А во-вторых, здесь есть две большие ямы, которые прямо вот сразу бросаются в глаза. Они оставлены скальными големами и являются природным ландшафтом, который можно использовать при построении баз в этом районе. Пока что у нас не сильно много здесь дефа и ловушек, потому что районная ратуша первого уровня, но, как вы видите, ее мы уже тоже качаем на второй левел. В новый рейд с столичным пиком седьмого уровня мы пока не ходили, потому что он апнулся у нас только сегодня. Но в прошлый раз со столичным пиком шестого уровня в итоге я получила 801 медальку за столицу кланов. Мне кажется, довольно уже неплохой результат. И судя по опросу в нашем телеграм-канале, у некоторых ребят бывает даже меньше, но есть и те молодцы, кто заработал аж даже по 900 медалек. Если вы еще не у меня в телеге, обязательно присоединяйтесь, ссылка в описании. Но я же возвращаюсь к моему скальному голему. И, конечно, первое, что очень сильно бросается в глаза по его характеристикам, это количество требуемых мест. 160 мест. У нас сейчас в лагерях доступно 190 мест, поэтому на остаток я могу не так-то уж много взять, например, 6 варваров или 3 группы лучниц по 10 штук. Но с другой стороны, 28 тысяч здоровья смотрится мега круто. Но скорость передвижения 4 заставляет задуматься о том, что кажется голем будет действительно очень медленным. Но давайте смотреть на геймплей, как это все будет работать. На первый тест я взяла варваров и голема, больше ничего не влезло просто по местам. Отправляю варваров на почистку хижин, а самого голема выпускаю наверх. Как мы знаем, у голема нет какой-то избранной цели, поэтому он будет бить абсолютно все, что ему попадается под руку, будь то обычное здание или строение дефа. Но у него есть особенность, он прошибает насквозь любой забор, то есть с ним можно не брать никакие джампы и тараны, потому что это просто для него не нужно. Однако, если на карте есть вода, то вот тут-то как раз-таки джамп вам и пригодится, именно поэтому я его и взяла. Так что заборов бояться не нужно, и чтобы голем жил подольше, я решила взять с собой хил, хотя сейчас, глядя на его медленное перемещение, начинаю задумываться о том, что, видимо, с этим големом лучше будет брать не хил, а рейдж. Для того, чтобы он сносил все быстрее и двигался хотя бы тоже не так медленно. Потому что время, конечно, на столице кланов не сильно напрягает, потому что его здесь много, в отличие, к примеру, от родной деревни, где время на атаку часто не хватает, особенно если это какой-то квинохил. Но в столице кланов, как правило, времени достаточно, но тем не менее, посмотрите, уже прошло практически половина атаки, мы снесли 20%, и он очень медленно ползает. Однако, к очевидным плюсам можно отнести то, что у голема до сих пор осталось больше, чем половина здоровья, то есть он очень медленно погибает. При этом я еще даже не использовала заклинание хила, то есть смогу его выхилить, возможно, даже до фулл хп. Так ли это или нет, сейчас проверим. Хил у меня третьего уровня, и гигантов лечит просто отлично. Как будет лечить голема, посмотрим. Чтобы голем попал в центр базы, на остров я бросаю джамп, он переходит через воду и, соответственно, попадает уже в эпицентр. Тут побольше тефа, поэтому сразу бросаю хил. Хил третьего левла, и с гигантами вот он справляется замечательно. На голема действует, да, видно, что у него увеличивается потихонечку хп, но из-за того, что здесь сразу несколько страни дефа бьют по голему, он не успевает просто отхиливаться. Но при этом и сильно не умирает, то есть без хила он бы уже, скорее всего, погиб, ну или был бы на грани. Часть дефа голем снес, но снизу подключились еще копьеметы плюс пушка, и тут, конечно, урон он уже не выдерживает. Голем погибает, и при своей смерти он бросает несколько кусочков камней, которые тоже наносят урон, причем по области. Для следующей атаки я решила взять рейдж и лучницы, посмотреть, что изменится. Группу лучниц сейчас брошу на правую сторону, сразу накину рейдж на копьеметы для того, чтобы голем двигался быстрее, и у меня с собой еще есть две молнии. Вот, кстати, молнии, которые, как правило, бесполезны при обычных атаках, сейчас будут очень даже кстати, если вы играете големом или, возможно, пекой. Потому что если около голема или пеки стоит сингл инферно, то вот здесь нужно как раз сбивать луч для того, чтобы эти танки не погибли. Поэтому здесь вот как раз молнии начнут действовать очень активно. Потому что если вы играете гигантами, варварами, лучницами, это попросту не нужно, и молнии обычно кидаются просто для сноса хп у дефа. А вот тут они будут действовать уже по назначению. С рейджем голем смотрится лучше, но все равно остается очень медленным, да и плюс просто не хватает добива. В итоге на карте остается только один голем. Подводя итог, могу сказать, что мне пока что очень не хватает мест лагеря для того, чтобы чем-то поддержать голема. А так сам по себе он неплох, впитывает много урона, но двигается как черепаха. Как вам голем? Напишите в комментариях. А я же хочу поблагодарить спонсоров канала. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй интересный или забавный комментарий к этому выпуску. Не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!